Всем доброе утро! Сегодня пятница, 25 февраля. Смотрите, какая красота на улице! Просто обманеть! Так хочется идти по ней. Дороги, конечно, ещё немножко в снегу, ну совсем немножко. Но закаты, ой, рассветы меня просто манят к себе, что хочется действительно смотреть и вдохновляться на новый день. Подключаюсь к вам уже из будущего, потому что я записывала второй кусочек, который сейчас будет, в воскресенье. Но ещё одна часть, самая интересная, самое главное, что я хотела сказать. От начала я, не знаю, наверное, видимо удалила. В общем, вчера, в общем, в субботу мне пришёл положительный тест на COVID. Так что я 7 дней сижу теперь дома, в полной изоляции от всех. И сейчас дальше расскажу, что со мной произошло, почему так. В общем, как это всё началось? У меня поднялась в пятницу резкая температура. Начался садиться голос и, ну, потёк нос. Я сделала экспресс-тест, который куплен был в магазине. Он был отрицательный, одна полосочка. Как в тесте на беременность, просто одна полоска. Но температура не падала. И, зная, что эти тесты могут врать, я записалась на официальный тест в лабораторию. Так, вот, что-то мне солнце не нравится. Вот, вчера... Солнце. Вчера, съездив на тест, вечером получила ответ. И действительно думала, что будет отрицательно. Просто какая-то простуда весенняя. Но тест пришёл положительный. Я, конечно, была в расстроенных чувствах. Но, ну, 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 как есть. Буду сидеть. Хорошо, сейчас не две недели, а неделю. Семь дней нужно. Завтра буду звонить врачу, что врач мне скажет, потому что сегодня все врачи не работают. Поэтому это уже завтра. Всем привет! У нас уже следующий день. Ну, и вот я закончила девочку. Свою красавицу. Вот я вам её показываю. Такая вот у неё прическа. Просто хвостик такой объёмный. Мне очень нравятся такие кучеряшки. Ботиночки. И на шортиках ремешок. И маечка с коротким рукавом. И вот такие вот рыженькие щёчки. Мне она очень сильно нравится. Ещё я хотела вам показать вот такой вот фон. Я его приклеила на стену. Я, когда заказывала, хотела его, чтобы он был диагональю. То есть, ну, вот так повесить. Но появилась одышка. И я поняла, что моё состояние внутреннее. Я не могу долго ничего сделать. Я там делаю уборку или что-то. Начинается жуткая пот и головокружение. Это, как говорится, симптомы ковида. Так что такая вот ситуация. Буду дальше вязать. Сейчас делала уборку на кухне. И сейчас буду... Наверное, хочу повязать. Пасхальное что-то. Какие мысли есть? Потому что куколку, девочку, я закончила. Что я планировала. И сейчас. И ещё хотела сказать, что вкус появился немножко другой. То есть, пьёшь простой чай, а вкус какой-то непонятный. Совсем. Всем привет. Сегодня у нас вторник. Первое марта. Всем с праздником. Первый днём весны. Чем занимаюсь? Я уже говорила, я на карантине. Здоровье моё хорошее. Знаете, не хочется кушать вообще почти. Ну там, кушаешь так. Чисто потому, что понимаешь, что надо. А очень хочется пить. Вот. У меня всегда бутылка с водой. Вот. Это моё спасение. Чай. Вода. Это моё спасение. Я занимаюсь уборкой. Я решила, что раз у меня есть такая возможность, что я сижу на карантине. Конечно, мусор я не могу выносить, но могу просто хотя бы сделать что-то по дому, чтобы было дома хорошо. Дочка сейчас не в контакте со мной. Не хотели её, чтобы она заразилась. Не дай бог что. Вот. Но, что могу сказать о состоянии, кашель становится лучше. Но есть очень сильная усталость. Усталость просто вот. Помоешь. Я вчера сходила в душ, помыла голову. Я так устала. Просто вот. Очень устаёшь. Сейчас вот я вот тут вот отодвинула диван, чтобы пропылесосить за диваном. Я устала. Просто. Не надо сразу в горизонтальное положение лечь, полежать. В общем, вот так вот. Пошла дальше, находить порядок. Навела парень в коридоре. Там стоит пицца. Из-под пиццы. Коробку нам буду выбросить. Вчера с вами тут сделала подарок. Заказала пиццу. Так хотелось. Сейчас вот отодвинула диван. И пошла там убирать. Сегодня уже 3 марта. Самочувствие хорошо. Я могу спать спокойно. Но здесь вот у меня было очень сильно заложено. Невозможно было спать. Сейчас всё. Спасибо. Слава богу. Хорошо. Каша ещё есть. Я пью микстуру. И поэтому каша становится меньше. И слабость моя тоже становится меньше. Правда, аппетит. Нет желаний вообще кушать и смотреть на еду. Но я думаю, что ничего страшного. Думаю, что будет всё нормально. Я хотела сказать, поговорить о том, что произошло за прошедшие сутки. Больше я вчера записала видео, но я очень много наговорила. И непонятно будет, что вообще произошло. В общем, ситуация такова. Я хотела просто высказаться и закончить эту тему раз и навсегда. Сейчас пошла травля российских блогеров, российских инстаграм-мастеров, рукодельниц нас. В том, что мы ничего не делаем. Мы бессердечные. Мы ничего не делаем. И вообще не надо у нас ничего покупать. Я скажу, что творческий мир, для меня лично, я рассказываю для себя. Творческий мир это вот что-то такое, как шарик такой, в который я захожу. И там нет национальности, нет никаких войн, никаких руганий, ссор, ничего такого. Там просто это мой мир, где я живу. То есть, ну, что... И я не хочу вот это вот всё переворачивать в свой блог, вести о том, что там война, война. Не хочу. Я хочу говорить о творчестве. Те люди, я понимаю, боли людей, которые сейчас происходят в этом мире. Я понимаю. Я вам, честно говоря, я вам сочувствую, но просто каждый раз высказывать своё отношение к этому, поддерживать это, я могу это сделать в личном сообщении кому-то. Но зачем вы пишете такое, что будут бан, писки, пожалуйста, отписывайтесь от наших людей, те, кто бессердечный, без этого всего. И я к чему завела это всё? У Оксаны вышел ролик на эту всю ситуацию. Я оставлю в описании ссылку на этот ролик. Потому что такого безобразия, и другим словом, я это не могу сказать. Я больше просто не знаю, как на вас донести, и хочу это всё прокомментировать. В общем, была женщина-блогер, я с ней устраиваю. Она точнее устраивала неделю стартов, вы все помните это было, вы смотрели, вы всё. И сейчас началась война, она на Украине, и я ей писала слова поддержки, я поддерживала как могла, то есть я понимаю, что у них горе, там беда, всё нужно как-то этом. Но когда ты читаешь сообщение о том, что не покупайте у российских мастеров рукоделия, ну, причём здесь, не давайте им заработать. Типа, так придётся война, так не закончится война. Это вы должны не к простым людям, простые люди просто хотят кушать и жить. И им на что-то надо растить своих детей. А вы заберёте у них хлеб, так они ещё больше пойдут на вас воевать. Вы не подумайте об этом. И это просто вот, когда вот прочитала у неё в сториз такое сообщение, я просто поняла, что, ну, больше я не хочу иметь с этим блогером никакого отношения. Я не хочу больше никаких участвовать в проектах, когда что-то всё закончится. Я не хочу участвовать. Я понимаю, что проекты были классные, они дали много всего, но я больше не хочу. Если ты блогер, то я смотрю другие блогеры, они просто уезжают и поддерживают всё это. Ну, я имею в виду, что пишут об обстановке, не задевая чувства других людей, других наций. Ведь в творческом мире нет наций. Где нации? Мы все равны, мы все создаём мастер-классы. Я думаю, что каждый человек хочет создавать мастер-классы, чтобы у него покупали, чтобы было развитие. Но это не значит, что мы не поддерживаем и не следим за обстановкой. Мы молимся, мы смотрим. То, что происходит, сочувствуем и делаем всё возможное, что в наших силах помочь вам, чтобы это всё прекратить. Вот. На этом, наверное, этот блог будет всё. Я всё рассказала, всё, что я хотела. И в новом влоге я покажу вам нового чубрика, которого я тут связала. И я покажу, потому что сейчас я хочу его закончить. Осталось совсем чуть-чуть. И уже тогда в новом влоге выложу и расскажу вам. Так что всё. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok